Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я буду сеять огурцы, семена огурцов на рассаду и покажу вам всю эту процедуру, всю эту операцию, как я это делаю. Вчера я говорила, что огурцы любят очень жирный грунт и показывала вам, что я готовлю из полевой земли, перегноя и немножко золы. Вот весь этот приготовленный грунт у меня в лотке и теперь я раскладываю его по стаканчикам и сею туда проросшие семена огурцов. Как я уже говорила, семена прорастают неравномерно, сейчас покажу, поэтому сеять мне придется в несколько заходов, я не буду ждать, когда все проклюнутся, потому что некоторые могут вообще не взойти. Вот смотрите, вот семена Настенька проклюнулись почти все. 3 апреля я замачивалась, сегодня 6 по-моему, да. Проклюнулся также городской огурчик, я уже вот посеяла 3 штуки, но ни одной еще нет зазули, ни одного росточка, так что пока зазуля думает, остальные я сейчас посею, потому что если я буду ждать зазулю, эти перерастут и корнями могут переплестись с той подстилкой, на которой лежат. Каждый стаканчик, перед тем, как набить землей, я обязательно маркирую. Там, где Настя, пишу Настя, там, где зазуля, пишу зазуля. Набираю грунт не до полного стакана, сейчас покажу сколько. Способов посева бывает много, все сеют по-разному. Если делать дырочки, отверстия и туда ложить семечко, то нужно набирать больше земли. Но так как я буду присыпать сверху, то я набираю земли немного. Я видите, как я вот так сейчас сверху семечко положу и еще буду присыпать. После того, как я набрала землю, я обильно-обильно поливаю. И вот самое главное, что нужно вам знать при выращивании рассада огурцов, что огурец это не томат, он очень-очень влаголюбивый. И при посеве грунт должен быть очень влажным. Если при посеве томатов я говорила, что я раскладываю семена, уже сверху не поливаю, просто присыпаю грунтом, то здесь наоборот, вот эта особенность выращивания огурцов, что им нужна влага. Я кладу семечко, я его не заглубляю, вот сейчас я таким способом сею. Я по-разному сею. Потом будут, когда массовые, вот для раннего урожая несколько всего же выращиваем, там немного кустиков. Потом, когда основную часть я буду сеять, я буду просто набивать все стаканы сразу и делать там дырочки и туда класть. Но сейчас их мало, я делаю вот так вот. Я положу его, сверху снова присыплю немножко землей. Я присыпаю примерно 1 см грунт. И потом, после присыпки, я снова поливаю, чтобы грунт был влажный весь и внизу, и вверху, чтобы семечко находилось именно во влажном состоянии. Обязательно в каждом стаканчике, конечно, дренажное отверстие. Если вода будет лишняя, она уйдет. И вот по такой схеме я раскладываю все семечки, какие у меня проросли. Прикрываю их грунтом. И самое важное, вот здесь я могу иногда, но иногда так делаю, иногда могу чуть-чуть присыпать вот таким грунтом неполитым, чуть-чуть, но вы понимаете зачем, чтобы не образовывалась корочка, потому что когда поливаем водой, и потом все равно верхний слой немного подсыхает, может немножко образоваться корочка. Росток огурца, он очень нежный, ему пробиваться сложно, и вот можно посыпать сверху вот таким грунтом. Когда вот эти все стаканчики я набью, закрою их землей, обязательно нужно уложить сверху пленочку. Опять же, для чего? Для того, чтобы земля имела постоянно одну и ту же влажность, чтобы она не высыхала, потому что объем стаканчиков маленький. Если у вас в комнате, в квартире тепло, то грунт, верхний слой, может высохнуть моментально за один день. Уйдете на работу, придете вечером, он уже засох. А именно в верхнем слое лежит вот эта семечка огурца. Оно, если подсохнет росток, оно все, оно уже будет его не восстановить. Высаживать семена на рассаду, сеять, можно в маленькие стаканчики, в 200 граммовые. Можно сеять вот в такие кассеты. В такие тоже люди сеют. Но я не сею в такие кассеты. Почему? Потому что потом, тут же маленький совсем объем, вот у него, он чуть вырастет, у него корневая система освоит весь этот объем. Его нужно будет переваливать. Из кассеты переваливать очень неудобно, они же там групповая посадка. А из стаканчика, из такого переваливать очень легко. Его вот так переворачиваешь, раз, и в другой, в большую тару, в стаканчик или там куда-то, даже на постоянное место. И вот с этих кассет даже высаживать на постоянное место мне не нравится, потому что один изъять тяжело, она общая кассета, ее не перевернешь, ничего. Я всегда пользуюсь, начиная с маленького стаканчика, потом перевалю в 500 граммовый стаканчик, и потом уже буду высаживать или в теплицу в грунт, или куда-то еще. Основное, что нужно знать при посеве, это самое главное, чтобы семечко всегда находилось во влажном грунте. всегда с первого дня и до того дня, пока оно не взойдет. Когда оно взойдет, и то, тоже режим полива совсем другой, не как у томатов. Если томаты мы поливаем только тогда, когда подсохнет верхний слой, что их нельзя переливать, то огурцы очень любят влагу, их нужно поливать чаще, и грунт вот в этих стаканчиках, когда они будут расти, должен быть всегда влажным, умеренно влажным, но влажным. Не надо, чтобы верхний слой пересыхал, вот только чуть он становится немного менее влажным, сразу немножко нужно его поливать. Вот при выращивании рассады огурцов, это самое главное, поддерживать стабильную, постоянную влажность грунта, потому что огурец очень влаголюбивый. И, конечно, как только появятся вот эти вот первые росточки, вот только эту петельку вы заметите, сразу ставить под лампу. Потому что, вот, например, сейчас в апреле вырастить полноценную качественную рассаду огурцов без дополнительного освещения невозможно. Даже если у вас южное окно, оно, сеянец будет тянуться в одну сторону, загибаться, а если пасмурный день, если солнца нет, два пасмурных дня, и ваш вот этот огурец, он вытянется, вытянется так, что вы его потом ничем не исправите. Можно, конечно, присыпать потом ему землю, чтобы он не падал, но это уже не то. Вот все, что нужно знать для выращивания рассады, когда вы сеете, земля должна быть влажная и обязательная подсветка с первого дня жизни огурца. Все. Сейчас я вам посею, сейчас я посею и вам покажу, как они взойдут и какие они должны быть. Ну, у меня обычно, я ставлю под хорошую лампу, они у меня не вытянутые, такие коренастые, толстенькие. Я покажу вам, какая у меня будет рассада. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это посев огурцов на рассаду для получения раннего урожая. Основные все объемы огурцов я буду садить позже. Я все высаживаю через рассаду, потому что у меня сибирский регион, если рассаду не выращивать, урожай очень поздно. Но вот это минимальное количество, штук 15 я тут замочила, именно для получения раннего урожая. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok